Депутат Беседина, Дарья Саниславовна, прошу вас. Один вопрос или два? Вопрос такой. Какие мероприятия вы проводили в этой области и что может быть интересного нам рассказать? Если констрация 2019 года, то я сразу же вспоминаю проверку, которую мы провели в 2020 году. Но оно на стыке 2019-2020 года по обращению депутата Ступина по противогололедным реагентам. Материалы мы направили и мы, я считаю, что достижением палаты, что мы сократили по нашему предложению сокращенные расходы на закупку реагентов на последующие годы. Потому что мы увидели, что ввиду той погоды, той аномальной погоды, которая была в 2019 году, сложились большие остатки. И на полтора миллиарда сократили расходы рублей. По памяти, по-моему, полтора миллиарда. Это проблема. Но я хочу сказать, что мы сами не являемся экологами. Мы не можем оценить документы, которые утвердены в том числе федеральными структурами по линии экологии. В частности, вопрос касался вреда от применения противогололедных реагентов. Поэтому это вне зоны нашей компетенции находится. А вот расходование средств, эффективность расходования средств на это, мы посмотрели, материалы направили. Вопросы вообще природоохранной деятельности, они находятся в нашем внимании. Я хочу сказать, я, кстати говоря, когда пересчитал меры, которые предприняты, и в отчете во втором разделе это содержится, я указывал на то, что по нашему предложению были усилены эко-мониторинг, дополнительно 11 площадок развернуты по определенным вопросам. Потом по вопросам посадки, вырубки деревьев были ввезены предложения, которые поддержаны Департаментом природопользования. Также я хотел бы сказать, что по отходам мы сейчас при планировании работы разбираемся с учетом новых реалий, которые примены на федеральном уровне, что мы можем посмотреть по линии работы с отходами. В предыдущие вводы, не в 2019 году, а в 2018 или 2017, я сейчас боюсь, мы эту проблему изучали. И соответствующие материалы направляли и указывали на те нерешенные проблемы, которые, собственно говоря, вы как депутат и депутат Ступин часто говорите. Вот. Честно говоря, больше, чем в отчете, я сейчас не смогу по этому вопросу ответить. Зачитывать отчет не хотелось бы. Спасибо большое. Коллега Ступин, у вас вопрос один или два? Евгений Викторович, сколько вопросов у вас? Два вопроса. Виктор Александрович, вот смотрите, по примеру счетной палаты России мы иногда слышим о таких достаточно громких их проверках по животрепещущим темам. Например, вот в 2020 году они проверяли медицину в разных субъектах Российской Федерации и выявили, просто это в феврале было, как раз накануне пандемии, да, выявили просто там критическую недостаточность специалистов. Из-за чего, в общем-то, наша медицина и сломалась во время пандемии. Заодно счетная палата это выявила до того. В сентябре этого года было исследование по поводу мусорной реформы, которая, опять же, провалилась. Счетная палата об этом говорит, что 93% походов по-прежнему едут на свалки. Но, к сожалению, мы не слышим никаких проверок от счетной палаты Москвы, которые бы вот какие-то системные вещи вскрыли, системные недостатки. Как считаете, почему? Если мы берем 19-й год, 20-й год, то я могу назвать системные проверки. Я уже называл, в 19-м году проведен аудит реактивности по онкологической помощи. Разве это не системная вещь? Счетная палата имеет свой взгляд, и вы называли, они анализировали в том числе регионы. Мы, кстати говоря, проводим с ними совместные проверки. И вклад наш, в том числе в эти проверки, кроме мусорной реформы, мы принимали участие по медицинской реформе. И в отчете счетной палаты наш плат виден. Что касается, это я пример провожу, аудит эффективности в сфере здравоохранения. А разве мы проводили проверку строительства объектов здравоохранения, о чем я раньше говорил. И рады, что рекомендации предложения палаты способствуют тому, что были приняты решения по дополнительному строительству новых корпусов, расконселирование тех объектов здравоохранения строительства, которые ранее были, а также по принципиальному изменению подхода к амбулаторно-поклинической помощи и оборудованию самих поликлиник. Поэтому я не соглашусь, что мы системные вещи не смотрим. Но есть приложение номер один по 2019 году, посмотрите, есть план работы на 2020 год, который, надеюсь, мы сейчас успешно выполним. Посмотрите, там есть системные мероприятия. Да, по мусорной реформе это трудный вопрос. Мы с вами его обсуждали. Там есть проблемы, в том числе ограничения по нашим полномочиям. И счетная палата, у меня несколько другие полномочия. Мы называемся органом государственного финансового контроля, а они называются органом государственного аудита. Это принципиально разная вещь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Викторович. Второй вопрос. Второй вопрос вытекает, в том числе, из вашего ответа по все-таки сфере обращения с отходами. Мы с вами разговаривали на эту тему, но, если честно, я четкого ответа не услышал. Все-таки ваши полномочия по проверке, в том числе деятельности рекоператоров, по проверке деятельности департамента ЖКХ, именно в сфере обращения с отходами и эффективности этих средств. Потому что, ну, не секрет, что сегодня по-прежнему вызывают протесты функционирования мусоросжигательных заводов в Москве. Вот неделю назад была акция активистов у мусоросжигательного завода номер 4. Мусор московский, который едет в другие регионы, естественно, вызывает протесты в этих регионах. Вот ваши-то полномочия какие? Все ли в порядке в этой сфере? Ну, раз вы задаете вопрос, есть протесты, то не все, конечно, в порядке в этой сфере. Мы с вами подробно разбирали вопрос ограничения полномочий. Я готов, как готов вам предоставить записку, мы разобрались с этим. Да, ограничения есть. Я хотел бы подчеркнуть, как только деньги попадают в коммерческую структуру, они уже не являются бюджетными деньгами. Это, к сожалению, здесь кончается и полномочия. Это первое. Ну, если так подчеркнуть. А второе, безусловно, мы проблеме мусора, в первую очередь, в частности, бытового, всегда обращали внимание. Всегда обращали внимание на то, что как сэкономить деньги. Поэтому вопрос, в том числе и с кармана граждан, граждан, где двойное финансирование получается по мусору управляющих компаний, у нас позиция, кстати, изложена и в отчете по этому вопросу, в том числе, что мы выступали за то, что эффективно использует бюджетные средства тратить расходы, которые мы представляем управляющим организациям, не еще и платить за мусор. Получается двойное финансирование. Я могу только сказать, что мы найдем способ, по которому проблему всех отходов рассмотреть. Потому что есть еще и строительные отходы, которые... Это тоже большая проблема. Может быть, даже ее не видно в некоторых случаях, но это колоссальная проблема, и мы ее хотим тоже изучить. Спасибо. Уважаемые коллеги, при решении вопроса о том, как голосовать по данному вопросу повестки дня, фракция КПРФ исходила из нескольких моментов. Первое, что действительно Виктор Александрович, с одной стороны, готов встречаться, и, в общем-то, со мной действительно встречался, мы обсуждали какие-то моменты по взаимодействию. То есть, с одной стороны, вроде как, некоторая открытость, она имеет место быть, но, с другой стороны, мы... Я вот уже в своих вопросах приводил примеры, когда Счетная палата России, например, скрывает, скажем так, системные нарушения, и мы знаем, что в правительстве России там со страхом смотрят на проверки Счетной палаты. К сожалению, мы этого не видим, этого страха не видим никакого в мэрии. То есть, ну, пришла проверка, ну, составили план устранения недостатков, устранили, и все, как бы. Вот, если даже взять и из отчета сейчас, мы видим неэффективный использование в разрезе комплексного городского хозяйства 24 миллиарда рублей за 19-й год. 24 миллиарда. Что это, много или мало? Ну, например, вот за три года на благоустройство планируется потратить триллион. Понимаете? А тут 24 миллиарда. Это благоустройство, это замена плитки и бордюринга. Уж там-то, казалось бы, можно, только там можно в разы перекрыть то, что вы, как бы, вот, обнаружили. Потому что вопросы благоустройства, они, ну, наверное, как никакие, вызывают огромное количество просто замечаний у москвичей и даже у гостей столицы. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на то, что контрольно-счетная палата станет каким-то по-настоящему системным таким звеном проверочным, которое будет действительно пресекать вот эти все неэффективные расходования и сделает бюджет Москвы более прозрачным, более ориентированным на интересы москвичей. Пока этого не видно. Поэтому фракции принято решение воздержаться. Но, как бы, вот, к сожалению, отношение, оно в сторону пока больше негатива. И если ситуация не изменится в следующем году, то вполне возможно, что следующее голосование уже будет принято и более жесткое решение в отношении отчета счетной палаты, контрольно-счетной палаты Москвы. Также хотелось бы высказать такое пожелание, что если у вас нет полномочий каких-то, например, вы говорите, вот, если денежные средства направлены в частную структуру, то, соответственно, у вас нет полномочий по проверке. Но вы же в этом, как бы, варитесь, и вам более заметно, где вам не хватает каких полномочий, какие нормы законодательства необходимо скорректировать. Ну, давайте предлагать, давайте разговаривать здесь на площадке Мосгордумы об этом. Просто направлять нам отписки, что это не в наших полномочиях, или там вот это не получается, ну, так дело не пойдет. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на изменение подхода и на более системное решение проблем москвичей со стороны контрольно-счетной палаты. Спасибо.